как сделать позировку ручки под подбородком очень часто у фотографов новорожденных именно эта поза вызывают много вопросов самый простой вариант перехода в ручки под подбородком является переход из обмотки какой-то тугой из кокона или обмотки типа восьмерка как раз в прошлом видео мы с вами рассмотрели как можно делать эту обмотку с не спящим малышом меня зовут лилия стасения я фотограф новорожденных маркетолог преподаватель фото и фото бизнеса я уже в этой сфере фотографии новорожденных более шести лет сфотографировала более тысячи малышей и у меня тоже малыши не спят и мне тоже приходится находить каждому ребенку свой подход я вот здесь вот в описании также на видео оставлю ссылочку чтобы вы еще раз посмотрели как можно делать обмотку с узлами или она называется еще восьмерка она классно подходит для не спящих малышей и я продолжаю дальше показываю как можно разнообразную съемку с не спящих малышов и сделать ручки под подбородком досмотрите это видео до конца это практический материал снятый в рамках моего мастер-класса в германии кстати говоря если вы также хотите поучаствовать в моих офлайн мастер-классах вы можете проверить информацию по вашим городам и странам на сайте фотошкола лилия абай ссылочку я также оставлю ниже приятного вам просмотра оставляйте ваши комментарии подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео по ньюборн оптимальный переход в ручки под подбородком особенно если не получается то это как раз таки из обмотки нам нужно освободить плечевой пояс опять-таки с трикотажной обмотка это делать легче которая тянется потому что она папа свету нам подходила но эти классные эти классные обмотки тоже это gb props она в минске делает обмотки марлевые она доставляет их что вывожу ручку вперед и не знаю видно ли там кто снимает с той стороны вот сейчас у нас произошло то что у нас слишком сильно отвернулась вот цвета поэтому нам надо вернуть ее обратно идеально и классно сочетать живое с неживым потому что все тогда смотрится живым ну что пробуем смотрим что у нас есть что у нас получилось знаешь что не хватает дай-ка мне еще какой-нибудь кусочек эвкалипта оторви мне оттуда чуть-чуть сбалансировать композицию тут много тут ничего нет а чуть-чуть сверху снимая смотрите какая красота и можно смотрите еще один вариант когда у нас ручки находятся в диагонали красиво получается и можно тоже снять вот такой вот вертикальный кадр чуть-чуть я бы немножечко вот так сделала это очень красиво было 10 раз его потом ретушировать еще Возьми чуть-чуть дальше и чуть-чуть ниже. Да, чуть-чуть выше, вообще хорошо. Михаил, меня сына тоже так зовут. Иди сюда, я тебе расскажу, что делать надо. Ложись на животик. Нет, давай пошли дальше уже. Ложись на животик, вот сюда с этой стороны. Поближе к вот этому. Вот с этой ручкой захватываем корзинку. А вот это на предплечье, вот так, смотри. Вот так, берешь корзинку к себе, ближе сюда. Не-не-не, вот сюда, и поближе еще к корзинке. Поближе, ну давай я тебе корзинку поближе. О, еще вот так, вот так вот, как этот снайпер. Ко мне чуть-чуть ближе подлезь. О, так, молодец. А теперь, где твой нос? Посмотри на меня вверху, видишь, я здесь. Круто. И на меня глаза, глаза высоко, 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 высоко. Давайте, знаешь, что я сейчас чуть-чуть, чтобы меньше фона наращивать. Сейчас мы ее... Двигайся вот так, ползи. Сейчас еще один сделаем кадр. Ты умеешь сидеть по-турецки, вот так? Давай, садись. О, класс. Это этот фитбол. О, ничего себе, накачали. Я на него сесть не могу. Не, ладно. Юля, садитесь. 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 Можно вам сидеть? Да, да. Одну ручку поставили ладошкой вверх. У вас? Нет. Примерно как я сейчас поставлю. Ближе к себе. Ой, а ну-ка погрейте их, потрите обо это от джинсы. Дайте ко мне что-нибудь, поставьте на что-нибудь вентилятор, а то, Юля, руки прохладные. А у нас человек такой теплолюбивый. Осторожно чей-то объектив, так лихо, осторожненько. Смотрите, в одной ручке будет головка, в другой попка. Ладошкой вверх, волосики пока что все назад, 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 еще вторую, назад, назад. Я потом все поправлю. Раз. Вот. Ножки, скорее всего, будут свисать, скорее всего, я попу положу. Нет. Вот. И или так будет, или вот в ту сторону. Да, но насколько у вас они сходятся, ручки? Наверное, не очень сходятся, да? Вот так, скорее всего, будем делать. Смотрите, сужаем, вопец положили, я скажу, когда руки опущу, ручки чуть-чуть не запускай, и немножко вот так, чик-чик-чик-чик. Я страхую, контролирую, не боимся. Давайте заберу, еще разочет попробую. Ну, в принципе, вы поняли, да? Знаешь, что надо заклеить скотчем вот эту вот штуку, которая фиксирует, и будем сейчас маме сауну делать. Потому что, ну, видите, как она прям тепло-тепло. А то мы ревностно очень относимся, и прям дуй на нас. Подуй сперва маме на руки. Чуть выше. Держим, капец. Чуть ниже, глубже в ручку. Смотрите, после того, как мы сняли ручки под подбородком, мне захотелось ребеночка переложить к маме на ручки, но, как вы видите, малышка снова расплакалась, начала капризнить, ее немножечко обеспокоил животик. Поэтому я ее стала укачивать у себя на руках, и в тот момент, как только я передавала в руки маме, она снова начинала капризничать. Я немножечко поменяла тактику. Мы накрыли маму черным полотном и делали фотографии в руках на черном фоне. И в итоге у нас получились вот такие вот кадры. Дальше мы продолжили съемку и еще сфотографировали с папой, потому что важно, чтобы в семье оставались семейные портреты. Это очень большая ценность для родителей. Я надеюсь, вам понравилось видео, которое я с командой для вас подготовили. И это еще не все. На февридвере 14 февраля совсем скоро. Я не знаю, когда вы смотрите это видео. Но сейчас, пока мы записываем этот сюжет, я в предвкушении этого праздника. И мы с командой подготовили очень-очень классное, необычное для вас предложение. Оно для вас будет суперполезно и будет только стоить инвестиция вашего времени. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм. Не пропустите, потому что это предложение будет действовать только 24 часа. В чем суть этого предложения? Пока спойлерить не буду, но оно очень-очень крутое и точно стоит того, чтобы вы его не пропустили. Поэтому подпишитесь обязательно на мой инстаграм. И 14 февраля зайдите в сторис, посмотрите, я вам все расскажу в подробности. Или на сайт фотошколы, там также будет эта информация. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оставьте, пожалуйста, несколько слов в комментарии. Поставьте палец вверх или вниз, не знаю, это не принципиально. Ваша обратная связь будет мотивировать меня в дальнейшем выпускать новые сюжеты, новые видео. Пока!